Здравствуйте, уважаемые телезрители! Приветствуем вас у экранов в студии Анны Вязгина. Вашему вниманию информационный выпуск новостей. Итак, главная тема к этому часу. У православных началась Страстная Седмица. Праздник труда Московской области отметили в Доме культуры. Трудовая династия – пример преемственности поколений. Специальный сюжет нашего канала. В Электрогорске возобновили занятия в рамках проекта «Активное долголетие». Генеральная уборка. Город готовят к весне. Новый формат. Теперь работает выездная администрация. К землякам с заботой. Гуманитарную помощь собирали на базе школ «Электрогорска». Праздничный концерт ко Дню труда. Прогноз погоды. Начнем с главной новости. У православных началась Страстная Седмица. Это последняя неделя перед Пасхой. В Православной Церкви это самая важная неделя всего года, посвященная последним дням земной жизни Христа, его страданиям, распятию, крестной смерти, погребению. В понедельник совершаются молитвы на начало чина мироварения. Чин происходит только раз в году и только на Страстной Седмице. Пасха отмечается в этом году 24 апреля. В Страстную неделю у православных не принято веселиться, развлекаться или ссориться с кем-либо, вспоминать обиды. Это время очищения души и сострадания. В эти дни православные держат особенно строгий пост. Все молочные, мясные и рыбные продукты из рациона исключаются. 15 апреля в городском Доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню труда Московской области. Выставка, ярмарка изделий ручной работы, достижений предприятий, награждение трудовых коллективов, концерт. Подробности далее. Славим человека труда. Сегодня поистине народный праздник. В Электрогорске проживают представители самых разных профессий. И все они делают город лучше. В этот праздник чествовали тех, кто на протяжении многих лет украшает своим трудом свою малую родину, родное Подмосковье. Как написал в своем послании к жителям региона губернатор Андрей Воробьев, в Подмосковье много важных трудовых и промышленных традиций. В числе приоритетных задач – модернизация действующих и создание новых современных производств, применение новейших технологий в разных сферах и отраслях, обеспечение достойных условий труда. Мы, наверное, все прекрасно понимаем, что без труда невозможно жить. Мы все зависим от него. Мы все ходим с удовольствием на нашу любимую работу. Отдаем ей, наверное, большую часть времени. Мы переживаем за то, как мы выполняем свои служебные обязанности. Мы переживаем за то, как нас оценит наше руководство. И очень приятно видеть о том, что к работе приобщаются и наши маленькие дети, которые, как я сейчас вижу, с большим удовольствием и рисуют, и вышивают, и придут. И подбирают какие-то, я не знаю, игрушки они делают. И, конечно же, у меня, например, вызвало большое изумление наше предприятие, которое находится у нас. Мы посмотрели о том, что действительно продукции наши востребованные, особенно сейчас, когда в России вводится очень много санкций, мы видим, что наши предприятия трудятся в рамках импортозамещения. Стоит отметить, что предприятия налаживают это. Конечно, существуют такие трудности, но они идут упорно к этому. Открывается новое поле деятельности для наших предприятий. Создаются, возможно, новые рабочие места. Традиционно в фойе была развернута выставка-ярмарка изделий ручной работы, достижений предприятий. Жителям предлагали свежайшую выпечку собственного производства, удивительные по задумке и красоте ювелирные изделия, сувениры, куклы, варенья, мини-оранжереи цветов. Гости выставки были приятно поражены разнообразием представленных на ней видов пищевой продукции и изделий электрогорских мастеров. Я в основном занимаюсь лоскутным шитьем. Картины, грелки, прихватки, фарточки, наволочки. Ну, в общем, вот так. Занимаюсь давно, с 2000 года. И уже более 20 лет. Более 20 лет, да. Работ много, конечно. В основном делаю прихватки, они как-то более такие вот. Они маленькие. И каждому Новому году делаю символ года. Как сказать, хобби, которое приносит успокоение и радость. Потому что, когда что-то делаешь и видишь, что людям нравится, они довольны прямо вот. Ну, конечно, я испытываю тоже чувства. Мы предлагаем, во-первых, все вот это вот варенье. Там вкусно, очень-очень вкусно. Там повидло, салаты всякие, чебуреки тоже вкусные уже разобрали. Была выпечка сегодня утреннее. Ну, мы представляем 16-ю школу. Там наша классная руководительница. С кем это было приготовлено, расскажите. Многими со школы. Мы точно не знаем, да. Ну и как, разбирают у вас продукцию? Да, достаточно быстро. Мы представляем работы, которые выполнили родители вместе со своими детьми. Вот, матрешки, техника оригами и папье-маше. Кем это было изготовлено, расскажите подробнее. Это работа, изготовленная совместно родителей со своими детками. Всем известно, что в нашем городе большое количество предприятий. Здесь производится очень многое. Начиная от пищевой продукции, лекарственных средств, продуктов нефтехимии, нефтепереработки и заканчивая косметическими средствами. Многие представили свои новинки, продукции и еще, что очень важно, принципы работы в сфере импортозамещений в условиях санкций. В прошлом году мы открыли новую линейку БАДов биологически активных добавок. На данный момент мы выпустили новый препарат. Называется он Эковир, который лечит вирусные заболевания. Он безопасный и нам очень помогает на себе, уже испытал. Поэтому рекомендуем покупки. В настоящее время хорошо пользуются спросом такие препараты, как ибупрофен. Это аналог нурофена. У нас он в жидком виде, в сиропах. Прежде всего, конечно, для детей, но и взрослым он тоже помогает. Поэтому рекомендуем. Также активно в импортозамещении участвует препарат нефороксазид. Также рекомендуем приобретать и в нашем городе, в аптеках тоже эти препараты представлены. В общем, ассортимент у нас большой. Производим продукцию из отечественного сырья. Ну и все в таком. А вот скажите, если взять прошлый год, за этот год, какие-то новинки в вашем ассортименте появились? Да, мы разработали новые пищевые продукты. Мы улучшили рецептуру. Перешли полностью на отечественное сырье. В том числе в связи с экономической ситуацией в стране, скажем так. Продукция стала еще более вкуснее, лучше. Во время торжественной части прошла церемония награждения. Врачи, педагоги, работники сферы ЖКХ, лучшие специалисты самых разных профессий поднимались на сцену, чтобы получить заслуженную награду из рук почетных гостей. Лучшим коллективам и работникам предприятий вручили благодарность губернатора региона Андрея Воробьева. За многолетний добросовестный труд сохранения и приумножения трудовых династий, значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Московской области и в связи с праздником труда в Московской области благодарственным письмом губернатора Московской области награждается трудовая династия Китиных. Гресс, ты имени Барсона. Честование заслуженных тружеников города сопровождалось яркими концертными номерами, подготовленными специально к этому событию творческими коллективами города. Династия – гордое слово. Это идеальный пример преемственности поколений. Вашему вниманию специальный сюжет, подготовленный нашей съемочной группой ко дню труда. Давно известно, что яркий показатель стабильности любой компании – это трудовые династии, в которых опыт передается из поколения в поколение – от деда к сыну, от сына к внуку и так далее. Одной из таких династий, отдавшей себя служению своему городу в системе энергетики, является династия Кисиных. Началось все с моих прадедушек и прабабушек, которые приехали еще в поселок электропередача в 1930 году, в начале прошлого века. В 1931 году уже родился мой дед. Калинин Георгий Петрович устроился в 1931 году на ГРС-3 на должность кузнеца. В 1941 году ушел на фронт, в 1942 году получил ранение осколочное в область легкого, был комиссован и продолжил свой трудовой путь на ГРС-3. Георгий Петрович трудился на предприятии до 1970 года. За это время был удостоен множества наград, среди которых орден Отечественной войны и медаль за добросовестный труд во время Великой Отечественной войны. Прабабушка Чижикова-Калинина Клавдия Петровна устроилась на ГРС-3 в 1942 году и проработала до 1966 года в должности бригадира-полевода. Она также имеет множество наград, почетных грамот, медаль за добросовестный труд во время Великой Отечественной войны, уволилась в должности сливщика топлива. Продолжил трудовой путь дед Алексей Викторовича. Это следующее поколение династии. Мой дед Чижиков Валентин Иванович, окончив семилетку, пришел на ГРС-3 в качестве ученика в 1946 году. Совмещал работу с учебой в ремесленном училище по окончании училища в 1948 году. Устроился на должность следствия по ремонту пылеприготовительных и котельных цехов. Проработал на ГРС-3 до 1992 года. Имеет тоже множество наград, поощрений, награжден медалью ветеран труда. Далее путь династии продолжает Кисин Виктор Павлович. Устроился на предприятие в 1980 году. Трудился на ГРС-3 до 2008 года. Ежедневная, ежечасная работа требовала сил, знаний, которых у него было много. Работал сам не покладая рук, учил этому и подчиненных. Имеет звание почетный донор и заслуженный ветеран МОСЭНЕРГО. Продолжил путь трудовой династии замечательный сын Виктора Павловича, Алексей Викторович, герой нашего сюжета. Он всегда восхищался работой отца, видел каждый день важность того, что эта профессия дает людям и обществу. Я по сей день продолжаю свой путь на ГРС-3 и надеюсь, что мои дети, возможно, тоже пойдут по моим стопам. Когда я сюда пришел, я начал с должности слесаря по ремонту оборудования. Потом стал машинистом-обходчиком по турбинному оборудованию, потом машинистом паровых турбин, потом старшим машинистом турбинного отделения. И вот на данный момент нахожусь на своей должности. Золотые руки, светлая голова. Так говорят об Алексее руководители. А он сам всегда любил и сейчас очень любит свое предприятие и свой родной город. Насколько вам близок наш город, за что вы его любите? Наш город, люблю, что я здесь родился. Это как бы моя родина. Здесь все мои родственники, предки. Конкретно ГРС-3, да, что здесь началась моя трудовая династия. Также еще в эту династию входит мой прапрадед. Он работал еще в начале 30-х годов на должности плотника. Его звали Кондрашов Петр Петрович. Вот. И, в общем, наш город, что он чистый, светлый, что в последнее время здесь происходит множество каких-либо нововведений. То есть, вот планируется, как я знаю, строительство бульвара, облагораживание территории. Ну и на данный момент у нас есть на станции рабочие места. Общий трудовой стаж династии более 90 лет. Их семья – прекрасный пример преемственности поколений. Это люди, преданные своему делу. Любовь к энергетике у них в крови. У каждого человека, который приходит на профессию энергетику, у него должно быть призвание к этой профессии. Я считаю, что это основополагающее было при выборе моего решения, при устройстве на работу на ГРЭС-3. Дальше больше? Вот сейчас. Ну, дальше, пока на данный момент я работаю на этой должности, набираюсь в опыт и по возможности, я планирую о дальнейшем карьерном росте. Именно здесь? Ну, именно здесь на ГРЭС-3, да, здесь мне нравятся, здесь как бы мои корни, и я считаю, что мы все очень делаем, очень нужное дело. Дети Алексея Кисина еще учатся, ищут свое призвание. Но, может быть, что со временем и они испытают на себе магическое притяжение энергии, когда-то предопределившей судьбу их предков. Клуб активного долголетия в Электрогорске вернулся к занятиям после карантина. Люди серебряного возраста теперь снова могут заниматься спортом и творчеством. Одна из активностей проходит в городском Доме культуры. Как проходили занятия, расскажем далее. Сегодня мы встречаемся с вами в нашем прекрасном Доме культуры, который является одновременно клубом активного долголетия в нашем городском округе, где проходит много-много занятий. Но сегодня у нас занятия по йоге. Со старшим поколением занимается тренер по йоге с большим опытом и стажем Нателла Баранова. Оздоровительная гимнастика – это одно из направлений клуба активного долголетия. Это не просто физические упражнения, а в первую очередь образ мышления и возможность провести время в приятной компании. Это очень замечательные люди. Они действительно хотят жить очень активно, быть здоровыми, имеют очень большой, хороший, позитивный заряд. И поэтому очень приятно заниматься с такими людьми. Занятия у нас проходят очень интенсивно, но с чутким подходом к каждому занимающемуся. Мы разминаемся, у нас есть небольшой комплекс силовых упражнений. Укрепляем ноги, спину, пресс, разминаем все суставы тела суставной гимнастикой. Есть элементы йоги, которые очень сильно оздоравливают опорно-двигательный аппарат. А в конце занятия у нас релаксация под приятную музыку порой, либо мы настраиваемся на различные состояния природы. И группа моя уходит всегда в очень спокойном, умиротворенном, даже сказать, бодром, совершенно ином состоянии, чем они приходят на занятия. Они ждали этого момента очень долго. Месяцы пандемии, невозможность выйти из дома, запреты на посещение мероприятий, ограничения. Это тяжело для многих. Занимаюсь уже второй год у Нателлы. Руководитель просто шикарный и бесподобный. Дает нам очень хорошие упражнения для поднятия настроения, во-первых, потом для бодрости духа, растяжечка. После того, как стали заниматься, вот и девочки все говорят, что ощущаем себя более бодрыми, молодыми, воодушевленными, потому что она нам дает и йогу, уроки йоги, и эмоциональную такую нагрузку. В общем, все очень хорошо, нам очень нравится. Занятия йогой стали неотъемлемой частью здорового образа жизни многих из них. Благодаря упражнениям можно заметно укрепить общее физическое состояние, нормализовать сон и, что не менее важно, улучшить ментальное состояние. Я недавно начала посещать эти занятия, и самым основным, можно сказать, толчком к посещению это было выступление нашей Екатерины Андреевой на Первом канале. Когда началась наша военная операция, вышла дама с плакатом, и она это все вынесла спокойно, без всякого нервоза, и сказала, что мне в этом помогла йога. И после этого мы все, наши присутствующие здесь мои коллеги по этому спорту, с ней очень даже согласились. То есть всех нас йога объединила. Спокойствие, выдержка и общий тонус. Все нам здесь очень нравится. Обстановка очень комфортная. Мы все такие дружелюбные вместе с преподавателем. Такие дружные. И вообще это занятие нас делает как бы такими уже жизнерадостными. Уже мы в тонусе. И чувствуем себя хорошо, уже здоровье прибавляется. Приходите, дорогие электрогорцы, пенсионеры, приходите, занимайтесь, укрепляйте свое здоровье. Здесь вас встретят хорошо. Будем все дружить. Все, пожалуйста, добро пожаловать в активное долголетие. Серебряный возраст – время для интересной жизни. Проект «Активное долголетие» помогает оставаться деятельными, увлеченными, познающими. А это очень важно. Присоединяйтесь и вы. Одна из главных задач наступлением весенне-летнего сезона – генеральная уборка города. Электрогорск активно преображается после зимы. Это комплексный подход, включающий проведение субботников и вовлечение бизнеса. При этом основную работу предстоит выполнить коммунальным и дорожным службам. Город очищает от зимней грязи. От сугробов остались пыль и песок. Их нужно срочно убирать, чтобы не пострадали транспорт, а главное – пешеходы. Окончательно преобразится Электрогорск к маю. Как проходит ежегодный ритуал, мы узнали прямо у руководителей ответственных организаций. С 1 апреля в Московской области начинается месячник по благоустройству. Для этого разработаны графики выполнения работ с указанием объемов и сроков. Проведут уборку территорий от мусора, прогребут газоны, отремонтируют и покрасят ограждения. Приведут в порядок подвальные и чердачные помещения. Помоют окна, обрежут сухостой и побелят деревья. Подробнее нам рассказали руководители причастных организаций. Вот сейчас наступает пора весеннего благоустройства, подготовка города к весенне-летнему периоду. Какие работы вам предстоит выполнить? Ну вот сейчас мы занялись, пока позволяла погода, убирались с мед по центральным улицам. Вы, наверное, заметили это в городе. Дальше производилась опиловка, производится сейчас на данный момент. Это улица Ленина, Радченко, Пионерская, опиловка деревьев. По Советской улице мы там тоже проводили опиловку. Ну и, конечно же, уборка мусора. Все-таки граждане у нас сорят много и приходится, снег вымораживается. И каждый день практически пешком обходят рабочие весь город. Что касается содержания систем уличного освещения? Ну, в систему уличного освещения были некоторые у нас неполадки на улице Ленина, но в данный момент все устранили. А что касается подготовки и покраски бордюров, малых архитектурных форм, это как? Ну, это сейчас ближе к середине апреля, уже будут положительные температуры. Мы будем очищать бордюр, подготавливать под покраску. А по поводу материалов, техники, все, запасы, все есть, да, к весне? Да, у нас есть запас необходимый, чтобы мы провели эти работы. Коммунальщики и дорожники в один голос говорят, что зима была сложная. Старались своевременно отработать все вопросы по уборке. Всего за зиму из города вывезли 20 тысяч кубов снега, а это около 7 тысяч тонн. Конечно, после уборки пострадали некоторые малые архитектурные формы. В рамках муниципального контракта по обслуживанию внутриквартальных дорог и общественных территорий в весенний и летний период запланированы работы по покраске малых архитектурных форм. Это лавочки, заборы, значит, урны, где предлагается замена, значит, будем менять, где требуется ремонт, будем ремонтировать. Сейчас на данный момент производятся работы по уборке, значит, общественных территорий от мусора. Где-то уже работаем под грабли, мусора большое количество в городе. Мы также уже начали ремонт малых форм, это на районе бульвара. Восстанавливаем лавочки, восстанавливаем заборы, поврежденные как и техникой приборки территории, как и жителями. Также ближе к маю начнутся посадки цветов, покраска бордюров и косметическое обновление всех элементов города, которые этого требуют. Основная работа, как и прежде, это детские игровые площадки. Намечен целый комплекс мероприятий, начиная, ну, то, что делали в прошлом году, это покрасочная работа, замена элементов, оттирка. Также запланирован комплекс мероприятий по организации новых площадок. Это две площадки на улице Кожановского 11А и Кожановского 8, улица Некрасова и Пионерская 5А. Все старые площадки, которые уже, ну, конечно, они безопасны, но устаревшие. Мы будем менять на новые. Соответственно, на этих площадках будет резиновое покрытие, дополнительное освещение. Уже прошли встречи во дворах с главой города, с нашей управляющей компанией. И информация доведена до жителей. Уже провели одну покрасочную работу, провели оттирку, более 100 элементов. Ну, это то, что дети рисуют маркером на площадках. Уже проведены семь замен. То есть ждем теплой погоды и, как говорится, в бой. В генеральной уборке принимает участие весь Электрогорск. Неравнодушные жители и специальные службы будут выходить на субботники на протяжении апреля. Проводя этот ежегодный ритуал, мы приводим в порядок не просто наш город, а наш дом и наше окружение. Да будет чистота и порядок. В Электрогорской школе искусств состоялась встреча представителей федеральных органов с неравнодушными жителями. Все заданные вопросы обсудили подробно. 14 апреля в актовом зале детской школы искусств прошел выездной прием. Это встреча в новом формате, когда не люди идут к администрации, а администрация к людям. Вопросы у горожан разные. От уточнения сроков благоустройства двора до включения конкретного дома в программу капремонта. Суть встречи – обсудить все причины беспокойства и обеспечить жителей должной информацией. Мы построим наш, я так понимаю, в таком вот диалоге. То есть, если есть какие-то вопросы ко мне, например, значит, я буду отвечать. Если вопрос к федеральному структуру, значит, вы непосредственно получите, скажем так, ответ из первых уст, чтобы не быть, скажем так, передаточным звеном. Это наша сегодняшняя первая встреча еще, напомню, в таком формате. Поэтому, в зависимости от того, как она пройдет, мы поймем, нам надо продолжать встречи, встречаться так с людьми на других территориях, других там заведениях, чтобы наши жители получали достоверную и исчерпывающую информацию, не пользовались, скажем так, слухами, а действительно, как говорится, получили все из первоисточника. Глава городского округа Электрогорск и представители федеральных округов внимательно выслушали каждое обращение и дали ответ всем переживающим. Услышали ряд вопросов о благоустройстве, коммуникациях, работе ЖКХ и весенних потоплениях. Обратилась женщина с вопросом о приеме в пенсионном фонде. Прошла информация по поводу того, что пенсионный фонд у нас убыл из нашего города. Хотелось бы, чтобы хотя бы два раза в неделю мы с пенсионного фонда приезжали сюда, и люди не мотались. Вот, допустим, как я, мне за 70, или там другим, которые не могут съездить по делам пенсионного, вернутся хотя бы два раза в неделю. Если вы не знали, то Управление социальной защиты тоже не ведет прием на почте Советский дом 2. Она ведет прием в многофункциональном центре. И в любом случае, чтобы вы знали, как было раньше, специалисты пенсионного фонда приезжали с Павовского посада. Ну, ввозили документы, точнее, в Павовский посад, и принятие решений было точно такое же, как и в МФЦ сейчас. Поэтому по многим вопросам можно обратиться в многофункциональный центр, если нужны какие-то справки, нужны какие-то выписки. Также мужчина обратился с интересным вопросом о пожарной безопасности. И МЧС задали вопрос социального 11, проводятся ли у нас какие-нибудь меры по пожарной безопасности. Житель города сказал, вдруг у нас пожар, расскажите, как я должна эвакуироваться. Конечно, проводится. Постоянно проводится с детскими садами, проводится со школами. Значит, эти все мероприятия согласовываются. Как бы, если есть интерес, если есть желание провести такие мероприятия, приходите, согласуем, и все проведем. Все обращения, которые были озвучены на приеме специалистов, взяли на контроль. Проект «Выездная администрация» продолжит свою работу. На базе школы номер 14 и Электрогорского лицея организовали пункты сбора гуманитарной помощи. Неравнодушные жители города бескорыстно делятся необходимыми товарами, поддерживая акцию «Доброе дело». В школе номер 14 и в Электрогорском лицее волонтеры, учителя, ученики и просто неравнодушные жители активно поддерживают акцию «Доброе дело». В учебных учреждениях организованы пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Сегодня передали большой объем гуманитарной помощи для жителей Луганской народной республики и Донецкой народной республики, нуждающимся в продуктах первой необходимости, медикаментах. Передали помощь от лица администрации и от организаций, трудящихся в сфере жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания города, управляющих компанией, подрядных организаций. «Призываю вас не быть безучастными к этому мероприятию, оказать все усилия, приложить все усилия, оказать поддержку жителям, потому что в настоящее время она действительно важна». Люди идут с большими пакетами, совсем не скупясь на гуманитарию. Приносили все самое необходимое – средства личной гигиены, продукты питания, констовары и одежду. Почему ты решил сегодня принять участие в акции? «Потому что детям на Донбассе трудно, они живут в подвалах, как нам известно, и им трудно, а мы гуманитарную помощь поставляем, чтобы они тоже, они же такие же дети, как и мы с вами, им тоже так же трудно, и им надо помочь в этом». А что ты принес деткам сегодня? «Консервы, гель для душа, детские крема и всякие вот такие детские игрушки». «Что ты сегодня принес, почему решил принять участие в акции?» «Ну, потому что надо помощь людям, они без еды и без одежды, ну вот я помогу». «А что ты принес сегодня?» «Ну, консервы, всякие вкусняшки и макароны». Коробки с пометкой «Доброе дело» наполнялись одна за другой. Волонтеры очень старательно помогали принимать помощь и распределять продовольствие по категориям. «У нас проходит акция «Доброе дело» в помощь людям на Донбассе. Я участвую в ней как волонтер, очень активно приходят люди, приносят гуманитарную помощь, продукты, средства гигиены, учебники, книжки». Пункты приема гуманитарной помощи открыты в школах нашего города. После сборки и фасовки груз доставит в распределительный центр Домодедова, а потом на Донбасс и освобожденной территории Украины. «Старт этой акции дали в гимназии имени Примакова. Школьники, дети приняли такое решение и по всей нашей Российской Федерации все наши школы подхватили этот призыв. И вот сегодня акция «Собираем доброе дело» для людей из Донбасса и Луганской Народной Республики. Мы собираем то продукты, то средства личной гигиены, помощь, потому что знаем, насколько сейчас там у них сложная и тяжелая ситуация». Именно дело, а не слова, объединяет народ в добрых поступках. Благодарим каждого участника акции. И о погоде в завершении выпуска. В ночь на вторник температура воздуха составит плюс 2, плюс 4 градуса. 19 апреля будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут плюс 13, плюс 15 градусов. На этом выпуск новостей подошел к концу. Далее в эфире праздничный концерт, посвященный Дню Труда. Приятного просмотра. А я прощаюсь с вами. В студии была Анна Вязгина. До встречи на канале ТВЛ. Субтитры подогнал «Симон»